Здравствуйте! В эфире программа «Саратов. Итоги». О самых значимых событиях этой недели расскажу вам я, Павел Фитилёв. В начале выпуска коротко о главных темах. Обсуждали поправки в главный документ страны. О закреплении мер социальной поддержки граждан. Защите семьи, материнства, отцовства, институт брака. В Саратове народные избранники говорили о Конституции. Пока одни и думают, что делать, другие и поют. В Саратове решают вопрос с бездомными собаками. В плане их нет. Должно всё стриматься. Саратовцы выступают против рекламных конструкций на проспекте Кирова. Про войну на малой сцене. Всё-таки мы хотели сделать спектакль про людей, про судьбы. В Тюзи состоялась премьера нового спектакля «О зоре здесь тихие». Управились за час. В областной думе прошло очередное заседание. Депутаты принимали поправки в действующую Конституцию. Этого не делали с 93-го года. В очередной раз отметились коммунисты. Оскорбили первую в мире женщину-космонавта. Вмешаться пришлось вице-губернатору. Роман Базан видел, как проходило голосование. В областной думе сегодня почти что кворум. Нет трёх депутатов. Они отпросились. На 43-м заседании обсуждают два вопроса. Самые главные – поправки в Конституцию. О закреплении мер социальной поддержки граждан. Защите семьи, материнства, отцовства, институт брака. Вносить изменения в документ царовские депутаты не могут. Народным избранникам необходимо только проголосовать. С докладом выступил Николай Бушуев. По словам Облдепа, поправки касаются всех граждан. Много социальных пунктов. Закрепление на конституционном уровне чётко определённых возрастных критерий выхода на пенсию не соответствует назначению основного закона страны, где могут быть закреплены базовые, основополагающие принципы социальной гарантии и социальной защиты граждан России. Поправку, которую внесла госпожа Терешкова, и здесь я уже говорю госпожа в данном случае, она нам в этом отношении не товарищ уже получается. Голосовать против поправок к конституции призывали коммунисты. Выступление в Госдуме Валентины Терешковой Александр Анидалов назвал спланированным и нелицеприятно высказался о первой женщине-космонавте. Многим в зале поведения коммунистов не понравилось. Назвали их марионетками. Вам, молодому человеку, высказывать укор легенде советского и российского народа не гоже. А позиция, что высказали вы, что высказал депутат Есипов сейчас, она, на мой взгляд, примерно такая. Вот наши поправки не учли, мы против всего. Закрепляется понятие суверенитета. Это, я считаю, знаковое решение, потому что, конечно, снимает все вопросы, все намеки, все двусмысленности трактования и по истории, и по территории. И, конечно, успокаивает огромное количество наших граждан, проживающих на островах Курильской гряды, в Сахалине, в Крыму, в Калининграде. В итоге за поправки проголосовали, так же, как и за то, чтобы присвоить Саратову почетное звание «Город трудовой доблести». Денег от этого в бюджете не прибавится, зато появится «Стелла». Всего же за новый статус проголосовал каждый седьмой «Саратовец». Эту новость депутаты встретили аплодисментами. Постановление принимается в целом. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Поправки в Конституцию носят социальный характер. Об этом заявил и Николай Панков. По словам депутата Госдумы, изменения в главный документ страны назрели. Они направлены на улучшение жизни всех россиян. Это и ежегодная индексация пенсий, и различных социальных выплат. В случае принятия поправок это будет обязательно. Рассказал Панков и о минимальной зарплате. В Конституции закреплено, что заработная плата должна быть не ниже минимального размера оплаты труда для всех граждан Российской Федерации. Это норма конституционная с принятием Конституции. Она будет обязательно для ее выполнения. Передают полномочия контролировать отлов и стерилизацию собак будут органы местного самоуправления. На рабочем совещании обсудили поправки в региональный законопроект. Его приводят в соответствие с федеральным. Специалисты подсчитали количество собак в области и сколько выделять денег на их содержание. Полина Попенец знает, какие вопросы возникли у городских чиновников. Старая песня заиграла по-новому. В блюзовом звучании композицию «Собака бывает кусачей» еще не слышали. Саратовские музыканты пока репетируют. Но обязательно возьмут ее в свой репертуар, говорит солист группы Михаил Трифонов. Проблема огромнейшая. Проблему нужно решать. Решать ее где-то на высоких уровнях, скорее всего. Потому что, насколько я знаю, люди пытаются приютить. Кто-то на передержку берет собак. Много чатов в соцсетях и групп. Помогите. Отлавливать бездомных животных прекратили еще в прошлом году. Приюты переполнены, говорят чиновники. Саратовцы стали все больше замечать стаи собак на улицах. Мы с ребенком шли на тренировку. Вот опаздывали, пошли короткой дорогой. И тут вот с этой стороны выбежала собака. И накинулась на нее. Она у меня начала кричать. Она рассказывает, как ей пришлось отбиваться сумкой от собак. Евгения Скиданова еле спасла себя и дочь. По словам женщины, стая бездомных животных появилась в ее дворе с Нового года. И нападение на нее – случай не единственный. Я ее постоянно здесь вижу, потому что она здесь постоянно ходит бегать собаки. Ребенка у меня сильно испугалась. У меня прям с тех пор она вообще боится собак. А раньше не боялась? Нет, она их раньше могла подойти, погладить. А сейчас видит собаку, у нее начинается трясушка. О саратовской проблеме заговорили и на федеральном уровне. Теперь в нашем городе при поддержке спикера Госдумы планируют построить приют для бездомных собак. А на местном уровне готовят поправки в областной закон. Произошли изменения в федеральном законодательстве, что влечет за собой изменения в закон Саратской области. Это передается полномочиям органам местного самоуправления. Если закон примут, то контролировать и организовывать отлов бездомных животных будут городские чиновники, а не областные. К тому же в документе должен появиться пункт о стерилизации животных, а также дальнейший выпуск собак на волю. Не предусматриваются средства на чипирование животных. В 498 федеральном законе относится к полномочиям отлов в содержание, и в содержание входит чипирование. Это достаточно дорогостоящая процедура. В настоящее время бирки, которые на собаках мы видим, это снимаемые бирки. И если бирки или чипы будут неснимаемые, это порядка 400 рублей на одно животное. По словам городских чиновников, в графу о содержании бездомных животных необходимо включить и чипирование. Пока же поправки будут дорабатывать и к концу марта рассмотрят в областной думе. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. Готовятся к масштабным работам. Речь о сквере Марины Росковой, что в заводском районе. Строители ждут тепла, чтобы преобразить зеленую зону. Об этом просили сами местные жители. Пять с лишним гектаров изменят совсем скоро. Деньги на это уже выделили. Даже пруд местный почистят. Анна Заболуева узнала у горожан, что их раньше не устраивало. Одна из немногих зеленых зон заводского района. В парке Марины Росковой пока техника не шумит. Рабочие ждут тепла. Перед зимой сняли старый слой земли, обрезали сухие деревья и оградили пруды. Водоемы будут чистить. Конечно, купались. В этом пруду и загорали. Здесь она гуляет каждый день. Валентина Николаевна живет неподалеку. Говорит, застала времена, когда сквер только разбили. Видела, как и местная зона отдыха превратилась в заброшенную. Признается, что вместе с жителями следят за работами. Если благоустроено, все будет и для детей, и для взрослых, и для стариков. Разве это плохо, когда все хорошо? Самое главное, чтобы жители не мусорили. Вот это самое главное. Здесь вечером и днем даже гуляет очень много. Жителей вот сколько домов много. Поэтому надо обязательно что-то здесь делать. Ну, пруд немножечко благоустроить. А то он вообще был запущен. Там только трясники росли. И возились там всякие крысы и прочее. О том, что парк приведут в порядок, прошлым летом заявил Вячеслав Володин. Спикер Госдумы встретился с местными жителями. Они просили помочь в реконструкции. Решили сделать единый комплекс. Сквер, клуб заводской и стадион торпеда. Основные работы пройдут уже в этом году. Давайте, может быть, мы подумаем, чтобы это было единое пространство, которое вы, в том числе своим участием, могли бы наполнить содержание. И при планировании, давайте мы займемся параллельно реконструкцией, капитальным ремонтом. Очень было доникаться. При поддержке Вячеслава Викторовича, при источниках финансирования, на сегодняшний день готов проект, который прошел экспертизу. Деньги получены. Мы сейчас будем объявлять конкурс на строительство монтажной работы. И, конечно, задача в этом году его сделать обновленной, со всеми услугами, с тихими зонами, с спортивными зонами, с детскими зонами. Деньги получены. В Елшанке патрульные устроили погоню за легковушкой. Девятку без номеров хотели остановить, но водитель попытался скрыться. Началось преследование. Длилось оно 40 минут. Уже в Поливановке нарушитель выпрыгнул на ходу и побежал. Автоинспекторы его догнали и задержали. Им оказался школьник. Сама машина в итоге врезалась в забор жилого дома. Ее увезли на штрафстоянку. А горе лихача в отдел. Ни водительских прав, ни страховки у него нет. В ходе проверки установлено, что данным автомобилем управлял подросток 17 лет. В отношении него составлено 4 административных материала, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права. В Волжском районе сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали домушников. На одной из саратовских улиц поймали молодых людей с поличным. У одного из них был с собой пакет с похищенным имуществом. Позже выяснилось, парочка уже привлекалась к уголовной ответственности. Просто мимо шли? Да. И тут на вас налетели? Налетели. И ставили сотрудники. И они заплатили. Пакет вот чей? Пакет? Ну, я с ним шел, да. Нашел буквально. Нашли пакет, да? Да. Смотрю, там в духе какие-то, думаю, на 8 марта не было денег, ничего позарить. При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление и пытались скрыться. У задержанных были изъяты похищенные имущества, в том числе ювелирные украшения. В настоящее время задержанные отрабатываются на причастность к совершенным аналогичным преступлениям на территории Саратовской области. В Саратове ограблен магазин. Двое подозреваемых задержаны. Еще одного разыскивает полиция. Происшествие произошло в заводском районе. Ночью группа злоумышленников разбила кувалдой окно торгового заведения и проникла внутрь. Грабители провели в магазине несколько минут и вынесли 108 тысяч рублей. Все их действия зафиксировали наружные и внутренние камеры видеонаблюдения. Несмотря на то, что лица воров были закрыты масками, двоих предполагаемых похитителей удалось задержать. Еще одного разыскивает полиция. Горожан, которые знают, где может находиться подозреваемый, просят сообщать под телефоном, который вы видите на своих экранах. Это был обзор событий за неделю. Новая информация на телеканале Саратов 24. Уже следующие выходные. До скорой встречи в эфире. Спасибо, Анастасия. Через несколько минут продолжим подводить итоги недели. В плане их нет. Должно все стриматься. Саратовцы выступают против рекламных конструкций на проспекте Кирова. Про войну на малой сцене. Все-таки мы хотели сделать спектакль про людей, про судьбы. В «Тюзе» состоялась премьера нового спектакля «О зоре здесь тихие». Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе «Гарант Кредит». Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Телефон в Саратове 906-444. Здравствуйте. В воскресенье 15 марта в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове облачно с прояснениями и небольшой снег и дождь. Ветер западный – 3,10 метров в секунду. Днем до плюс 8, а вот ночью – заморозки до минус 4. А в фирменных салонах «Мелодия сна» весь март скидки 20% на новое поступление товара. Подарите себе и близким неповторимое ощущение комфортного и легкого сна. Только в марте в фирменных салонах «Фабрики» скидка 20% на новинки матрасов и кроватей. «Мелодия сна». Яркие эмоции. Здоровый сон. Улица Блинова, 35. В Саратове и Энгелесе также небольшой дождь, снег и ветер. Температура днем до плюс 5, а ночью до минус 3. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба. Партнер прогноза погоды – семечки «Джин». Знаем, любим и едим. Семечек много не бывает. Бывает мало времени. Семечки «Джин». Знаем, любим и едим. По приметам. Дождливый март к неурожайному году. А спонсор прогноза погоды – завод по производству современного строительного материала ДСК «ГРАЗ». Газобетонные блоки – это прочно, тепло и экономно. Телефон 39 39 40. Всем всего доброго. Берегите себя. Увидимся. Стеновые блоки «ГРАЗ». Это теплый дом для вас. Прочно, просто, долговечно. По составу безупречно. Быстро, выгодно, надежно. Воплотить мечту несложно. Покупай газобетон. В плане их нет. Речи о рекламных счетах на проспекте Кирова. Они были исключены из новых правил благоустройства при реконструкции главной пешеходной улицы. Еще в прошлом году начался судебный процесс. Городские чиновники обратились в суд и выступили за снос баннерных конструкций. Однако иск не удовлетворили. Полина Попенец выяснила, как относятся к рекламным счетам саратовцы. Я думаю, что рекламные вывески, которые у нас висят сейчас по всему проспекту, они не нужны. В центре города она работает больше полувека. Сейчас Галина Иевлева возглавляет ветеранскую организацию при научном институте. И до офиса добирается по проспекту Кирова. Вспоминает, что раньше на главной пешеходной улице не было никакой рекламы. И было намного просторнее. Мы же где-то в уголках их людей-то сейчас держим. Ходили на площадь, мы спокойно по нашей главной проспекту. Проспект же красивый был, все равно. Архитектурно должно все сливаться. Вот проспект сам, он с этим рекламой-то не особенно сливается, понимаете? Рекламные счеты и вывески, как бельмо на глазу, жалуются саратовцы. Они мешают свободно ходить по проспекту. Кстати, после реконструкции главной пешеходной улицы изменились и правила размещения рекламы. Теперь баннерные конструкции запрещены, а за вывески с большими буквами штрафуют. Панорамы воруют, видите, вот панорама, а они как бельмо. Лучше пускай будет сиденье, где на чем сидеть, и все, больше ничего не надо. Тем более не мешают, в том плане, что они крутятся, неудобно. И надоедать. А иногда машину не видно за ними, и с целом, и надо разойтись тяжело. Ну, во-первых, это раздражает, отвлекает. Ну, извините меня, я помню времена, когда их не было. Был нормальный проспект. Рекламные счеты на проспекте появились весной 2016 года. Тогда действующие чиновники посчитали, что они гармонично вписались в городское пространство главной пешеходной улицы города. Но после реконструкции проспекта жалобы от саратовцев увеличились. А чиновники обратились в суд с иском. Были предъявлены исковые требования о признании недействительным разрешением на размещение рекламных конструкций на проспекте Кирова. В связи с тем, что на сегодняшний день спорные рекламные конструкции исключены из схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования города Саратов. Исковые требования были рассмотрены арбитражным судом Саратовской области. В удовлетворении иска было отказано. Чтобы освободить пешеходную улицу от рекламных конструкций, нужно время, говорят чиновники. Разбирательство с владельцем счетов длится с осени прошлого года. И с решением арбитражного суда в администрации не согласны. И уже подали апелляцию. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. Про войну на малой сцене в Тюзи состоялась премьера нового спектакля по одноименной повести Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Это главная постановка к 75-летию Великой Победы в театре. Над ней работали сразу два режиссера. Чтобы передать зрителю всю атмосферу повести, в камерном зале создали целый лес. А болото оживили с помощью людей. Анна Заболуева расскажет подробнее. Оденьте волков! Волки! Волки! На чайной театр волки! Приготовьтесь! За пару часов до выхода на сцене кипит работа. В Театре юного зрителя готовятся к премьере нового спектакля «О зоре здесь тихие». В Тюзи его ставят впервые. Декорации собирали целый месяц. На лес и болото ушло 5 кубометров досок и десяток метров маскировочной сетки. Приходила в цех и сама раскладывала эти доски, потому что мне было важно, что это были не просто доски, а все-таки какой-то у них образ был. Оформление довольно-таки несложное, в смысле техническом. А вот как раз здесь нужна была фантазия режиссеров, чтобы это все, так как единая установка декорация, чтобы это все как-то менялось. Сделать спектакль атмосферным помогают не только декорации. Свет трудятся над этим и статисты. К примеру, в этой постановке режиссеры прибегли к помощи людей, которые изображают болото. Позвали как-то пластически поработать с ребятами над разными сценами. То есть она мне сказала задачу, что там, например, надо придумать, как сделать болото. Как сделать болото? Мы же не можем в театре навалить жижи и все такое. И вот мы пластически придумывали, как это все будет. Воплотить на сцене пьесу Бориса Васильева «О зоре здесь тихие» взялись сразу два режиссера. Это уже их пятая совместная постановка. В шутку они сравнивают себя со Станиславским и Немировичем Данченко. Этот спектакль они решили ставить на малой сцене. Говорят, так зритель сможет прочувствовать судьбу каждого героя. Все-таки мы хотели сделать спектакль про людей, про судьбы. И нам очень нужна была камерная атмосфера. Ну да, так скажем так, крупный план девочек. Чтобы можно было увидеть глаза вот прям вот рядом. Чтобы было понятно, что сейчас снимет. Большая сцена, все-таки, конечно, очень много съедает у артиста. Где-то там и шепотом не поиграешь. Первый показ спектакля состоялся 13 марта. Это главная постановка в тюзе к 75-летию Великой Победы. Билеты на премьерные показы раскупили еще в начале февраля. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Появились трещины. Дорожники отправились в рейд. Участки двух автотрасс сделали несколько лет назад. Проверяющие отметили, что за это время появились дефекты асфальта. Они незначительные, тем не менее, их нужно устранить. Иначе они превратятся в ямы. Подрядчики будут ремонтировать мелкие трещины за свой счет. Срок гарантии еще действует. Полин Попенец отправилась в Саратовский район и знает, когда устранят недочеты. Будут исправлять речь о дороге Саратов-Усть-Курдем. В прошлом году здесь отремонтировали участок около 2,5 километров. На все работы выделили 24 миллиона рублей. Но после зимы на дороге обнаружили небольшие дефекты. По словам подрядчика, на асфальте появились трещины. Они называются отображенные трещины, которые идут от старого основания. Так как этот вид работ был ремонт дороги, основание здесь не затрадилось. Поэтому они неизбежно могут проявляться. Самое главное не оставить этот дефект в позднюю осень, переход в зиму. Потому что тогда могут быть разрушения более серьезные. Гарантийный срок участка составляет 4 года. Трещины заделают в ближайшее время. По словам сотрудников Министерства транспорта и дорожного хозяйства, они постоянно мониторят ситуацию. Проехали и до участка дороги Саратов-Дубки-Новая-Липовка. Два года назад здесь отремонтировали больше 5,5 километров. Работы выполнены с должным качеством. Вот мы сейчас на участке, который два года назад введен в эксплуатацию. Сколько мы с вами прошли таких видимых дефектов, мы не обнаружили. Просто мы знаем, что микротрещины. Все дефекты здесь также исправят. Дорожники составят акты гарантийного осмотра. И уже к концу мая должны завершить все работы по устранению трещин. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов-24. Расскажут о подвигах земляков. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялась презентация проекта «Достойны звания героя». К 75-летию Великой Победы саратовцы смогут узнать историю наших земляков. Причем не только тех, кто воевал в годы Великой Отечественной, но и тех, кто работал в тылу. Будут организованы выставки, экскурсии и встречи. Анна Забалуева пообщалась с героями, о которых узнают саратовцы. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялась презентация нового проекта, посвященного 75-летию Великой Победы. Называется он «Достойны звания героя». Проект получил поддержку фонда президентских грантов. Целью этого проекта рассказать о всех героях. Более того, мы хотели бы в современном виде, с учетом цифровых технологий, показать и обозначить здесь, в музее, в парке, чтобы можно было на интерактивной доске, выбрав того или иного героя, узнать о нем подробно. На все эти мероприятия вход будет свободный. Та выставка, которая будет установлена у нас в историческом парке, в экспозиции исторического парка, она будет работать бесплатно, на бесплатной основе. В течение всего года в рамках проекта будут организованы экскурсии и встречи, выставки. Все они будут посвящены подвигам саратовцев на фронте и в тылу. Причем не только в годы Великой Отечественной войны, но и в локальных войнах и на трудовом фронте. К примеру, расскажут историю Валентины Шляховой. За работу на заводе приемно-усилительных ламп она получила звание Героя Социалистического Труда. Я училась как раз в это время, 42-43-44 год. Я училась в школе, было очень-очень трудно, ничего не хватало. И вот я боюсь, не дай бог, чтобы у нас вот такое еще повторилось, не дай бог для молодежи, особенно молодежи, пусть знают нашу историю. Так хочется, чтобы они знали, понимали, как нам трудно доставалась вот эта свобода, вот эта вот прекрасная сейчас жизнь идет. Кстати, уже сейчас в историческом парке можно увидеть экспозицию к юбилейной дате. В холле представлена выставка работ учеников художественной школы. На картинах ребята показали своих предков, которые воевали в годы Великой Отечественной. Анна Збалуева, Олег Бирюков, Саратов-24. Таковы главные новости этой недели. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин